здесь уже правительственная россия так ребят всем привет меня зовут андрей вы на канале андрей кузнецов на воде кто следит уже за моим инстаграмом знают что я хочу хочу рассказать вам о том как поживает принцесса с сережей я думаю что много интересного вас ждет сейчас двигаемся на лодку сейчас увидим сеня очень интересно будет у него расспросить как он тут поживает тоже он уже находится на лодке порядка двух месяцев здесь городе сочи все за начинающий блогер такой палец на причал ты в основном большие вот вы можете обратить внимание что на соседнем причале лодочке ставят поменьше там круизны вот ребята друзья хромы самарский вот так проходят будни твои да не ну подожди сережу ребята вы прекрасно знаете что любому капитану а тем более судовладельцу нужно следить за временем я решил эту проблему с помощью часов инвиктор от магазина all time all time самый большой в россии интернет-магазин часов и ювелирных украшений ребят также не забывайте что скоро 23 февраля нужно покупать подарки друзьям коллегам а также может быть и себе так что ребят переходите по ссылке в описании покупайте подарки для себя и для своих любимых в магазине all time да не магаз на самом деле саня нормальный и на самом деле там очень большой выбор часов очень большой выбор ювелирных украшений не вообще просто настолько это и приятно и дико интересно и настолько же пугает да просто вышли пятьдесят пятьдесят три дня до ребят это были проблемные были времена когда им приходилось стоять но мы берем почему в расчет любом случае все пятьдесят три дня потому что сергей что пятьдесят три дня они находились и ночевали на лодке то иногда бывало не шли все это время конечно же мы оставляя останавливались во многих городах для того чтобы поснимать для вас интересное видео также мы пришлось один раз нам стоять очень долго болезнь корона бро я ни разу на суше не спал того я и до этого еще три месяца живу себя на фантоне еще два месяца два месяца после вот этого знаменательный и известнейший швартовки вот там на крайнем пальце когда мы еле-еле просто там скрипя сердце я не знаю там просто нам какие-то помогли боги олимпа данного на него я лимпа стоят который нам на кстати он и даже больше скажу это не как бы не просто слова они действительно все видят все контролируют я выходил на тузике они это превысил скорость да одни и чтобы мне перешвартоваться от этого причала к тому мне надо запроситься у них да полиночка тут место у нас очень великолепно смотрите мы буквально в двух причалах от медведевской лодки яхты находимся и я бы сказал рукой можно подать до набережного люди гуляют они нас видят я просто в восторге и так же я вижу надпись сочи я понимаю что я в самом центре сейчас связываемся с портовыми службами хотим выйти на маленькой лодке хотя бы посмотреть сочи со стороны потому что мы уже находясь здесь порядка двух месяцев и как не можем ни с кем прокатиться и увидеть город со стороны героический катер я обратил внимание на серей только выставил бы сюда буревестник свежий серейчик я думаю что это один из последней модели о два мотора браво 3 колонки все как мы любим интересно кстати просто открытый круизный катер подарной аркой вот еще такой небольшой серый чик 19 190 да я даже угадал мне очень на самом деле нравится всем кто хочет какой-то активный семейный отдых такой небольшой пляжный катер с открытым носом это идеальный вообще вариант я очень люблю сам таких катерах кататься типа седу челленджер либо вот различные модели там кровлайн сирой красота конечно безумная на улице на самом деле по ощущениям сейчас градусов 10 мы находимся в городе в сочи тут правда тепло нам одета пока что и завтра мы пойдем прыгать высоко до неба вот этот причал соседник про который я уже говорил он практически на 90 процентов состоит из лодок которые сдаются в чартер пограничники стоят пограничные катера эллинги сейчас на самом деле немного лодок тут правительственный палец как я понимаю с модными яхтами да вот и я смотрю что часть лодок больших нету до которые лет стоят они там ушли теплые более края и страны а вот ребят сайте паромчик догомыс экскурсионный тоже выходит по расписанию также мы с вами наблюдаем непосредственно сам порт сочи пассажирский терминал вообще ради которого вся эта задумка да вот эта гигантская стенка вот вы можете ее наблюдать которая была построена и задумана как швартовка для больших круизных лайнер и вот мы сейчас с вами двигаемся по так называемому туристическому маршруту серёжа так же поедем с вами как катают гостей и жители города сочи ну чё серёж это первый выход твой за два месяца мы пришли в город сочи и пока оформили документы на маленький катер для того чтобы могли бы на нем здесь кататься я вам хочу сказать что впечатление мы получаем массу вообще просто крутяк сейчас идем мы бы сто процентов не были бы так довольно и счастливы если бы мы катались здесь на принцессе мне кажется мы уже на этой принцессе столько накатались что для нас маленький катерочек вот этот конечно представляет больше впечатлений и эмоций если вы хотите уйти направо грубо говоря в сторону геленджика вам необходимо удалиться от берега порядка на 5 миль да на 5 миль надо уйти от берега и только таким образом вы сможете проделать путь направо обойдя вот этих вот пограничников это связано с тем что скажем так правой стороне сочи находится здесь официальная резиденция правительства также здесь официальные находится гостиничный комплекс фсб и других руководящих организаций нашей федерации поэтому грубо говоря челядь не мозолила глаза своим присутствием и хождением вдоль пляжа вот такие вот условия не знаю вот нравится вам такой вид готовы ли чтобы заплатить за такую прогулку есть лодки конечно которые подальше уходят мы идем поближе к берегу чтобы было поинтересно чтобы видно вот все обстреляли переворачиваем так ребят решили микроволновку наконец-то поставить на штатное место она здесь изначально в оригинале и шла заводская так как здесь такая вот розетка сейчас серега установит сюда у нас дополнительную розетку будет у нас микроволновка стоит на штатное место спускаемся таким вот образом спускаемся сюда в каютку что мы здесь видим соответственно в данной каюте имеется свой кондиционер кондиционер также вот как я уже сказал небольшой иллюминатор есть вот здесь два небольших шкафчика для того чтобы мог складывать хранить свои личные вещи имеется полноценный туалет типа сортир с возможностью душа все достает душ и вот моется так да здесь вообще все новое так как этой каютой здесь не пользуется здесь реально зашел как будто это лодка буквально вчера из-за этого замок почему-то сломали все как новое просто смотрите не пользовались этим всем просто все реально новое через эту каюту и из этой каюты можно попасть к многим жизневажным системам лодки в том числе вот эти шкафчики они демонтируются довольно таки легко вынимаются и вы получаете доступ там например к тому же управлению мотором трапа и доступ к задней стенке генератора и еще к многим-многим-многим системам жизнедеятельности лодки также здесь вот как видим уже демонтированы два окна это две группы питания лодки так из интересного еще также под кроватью тоже есть куча люков различных также у меня под ногами есть вы можете видеть люки вот и за данной стенкой и вот этот вот гробик достается и там находится тоже система здесь лодки в том числе вот тут рулевое управление а сейчас вот на пляжу здесь сели взяли по гринвенчику все это на ваши донаты ребята спасибо вам большое как и обещал вот кормлю сережу все честно все честно все честно просыпаемся спустят с чего это ты к нам у тебя проблемы какие-то сломался или что почему заранее не сообщил а может у нас занят а может тут Путина может тут кто ты такой то есть не так как у нас по я в клубу уходишь просто туда у нас еще понимаешь Россия там нормальная Россия в Питере где можно а здесь уже контроль здесь уже правительственная Россия то есть без оповещения ты не можешь шагу сделать то есть даже в туалет не можешь сходить непонятно что с зарядным мы переключили значит на две из четырех вот эти четыре аккумулятора это бортовая сеть те два аккумулятора это к двигателям значит мы переключили зарядили два аккумулятора зарядным устройством вот эти два и все запустилось зарядка у нас пошла но мы услышали не очень хороший шум вентилятора то есть скорее всего вон там зарядка висит ее не видно ну тут зарядка мастер вольт вот в ней есть вентилятор мы услышали не очень хороший шум вентилятора когда запустили просто она сама включилась ага есть вероятность того что просто она либо перегрелась когда мы ее гоняли да и она перегрелась я буду контролировать вентилятор вот такой вот ребят инвертор был установлен 24 вольта в принципе не самый дорогой но в принципе он работал Сережа говорит что мыл лодку и залил случайно чуть-чуть водой да смотрите ребята вот так вот поставили потому что короткие провода поэтому у нас стоит вот так и если засоряются вот эти вот шпигаты сливные да сливные то начинает вода переливаться сюда ну понятно понятно и ровно льется прямо на него не очень по идее все здесь защищено от этого если даже сюда вода подойдет да ящики защищены на ящиках лежат вот это на аккумуляторах там внизу сливные дырки бомба стоит то есть ничего не будет если вода ну давай включай перебрал работает не работает интересно включим такс включай ну пошло значит а ничего не пошло ну конечно мы же не подключили к аккумуляторам подключи сейчас запрет что-нибудь ладно все устанавливаем инвертор проверяй его нормально тогда там через эти розетки через всю фигню придумай закрывашку какой-нибудь из бутылки из какой-нибудь там пластиковой все Полин пошли ну здесь очень много народа отдыхает вот таких которые зимуют чем-то занимаются интересным но блогеров полно и они зимуют в Сочи да с ними можно прекрасно слушай Серега ну как я понял ты говоришь побывал на многих яхтах которые стоят на нашем причале ну как я понял мало кто из них вообще выходит в открытые воды им это не интересно да здесь потому что в основном не прокатчики а просто владельцы яхт сейчас с Сергеем обсуждаем вспоминаем вот этот переход самолет это какой-то телепорт понятно особо может в Таиланде оказаться где угодно а здесь сам почти пешком ушел от зимы когда ты первый раз едешь на машине да ты смотришь на все знаки там ты как бы какие-то развязки ты их не понимаешь а потом ты уже машинально ну на катере то же самое сначала где нам надо правильно идти а потом уже в Питере мы уже не задумывались мы точно знаем где нам надо идти как бы подсознание так ребята ну все мы вернулись пришвартовали лодку но и при этом мы даже когда заходили сюда на территорию порта мы запрашивали добро на вход вот нас могли вообще не пустить да даже не разрешить то помимо всего прочего сейчас еще надо позвонить Сергей сейчас будет звонить пограничникам и так же закрывать скажем так наш выход да я его открыл когда ты мне сказал поехали в море я позвонил пограничникам мы хотим в море они такие кто едет сколько человек кто капитан я говорю то-то-то они говорят хорошо за два часа надо это сделать обязательно я говорю а можно мы через час поедем они говорят нет за два часа нас предупредит сегодня опять так же сказать все теперь мы приехали мы должны теперь закрыть наше разрешение номер 53 что ребята добренького утра настоящий солнечный день мы просыпаемся включили кофе сейчас расчехлим флайбридж для того чтобы можно было покушать на флайбридже как белые люди кофе Вид открывается у нас с флайбриджа Сходил в столовку В Кунсенково далеки? Правда не все что хотели Сыриков нету, блин Ну чего? Отлично, у нас шикарный зал Олигархический? Ребят, всем привет Ну вот мы в моторном отсеке Принцесс 50 Да, здесь конечно не Моторный отсек леопарда Здесь все такое по сравнению С леопардом кажется маленькое Компактное Таким вот образом Так он выглядит Здесь у нас находятся два двигателя Вольво Пента Д9 По 1150 лошадиных сил каждый Сразу визуально что мы здесь видим Это три масляных фильтра Также хочу обратить ваше внимание Если вы помните по леопарду Какие большие два сепаратора Гигантские просто колбы стояли там Здесь же смотрите вот они два маленьких Таких вот сепаратора Также здесь установлены Такие вот кассетные Видите у нас запасные Здесь есть запасные фильтра Такие вот маленькие есть Генератора например Есть свой сепаратор Вот он Отдельный стоит Рулевое управление Который имеет также свой масляный Масляный фильтр очистки Из быстрого такого обзора Здесь еще можно обратить внимание По два топливного бака Справого борта И слева борта И вдалеке вы видите за огнетушителем Водяной бак По моему он здесь на 800 литров Обратите внимание Стоит два управления перед зад Соленоида И есть резервный соленоид один В случае отказа одного из соленоидов Есть резервный Вы его подключаете И у вас дальше продолжает все работать Так масло у нас конечно уже черное Но минимальный уровень Масло черное Мы его В ближайшее время Как раз у нас есть Дополнительный Комплект для ТО Да, моторы давно не запускали Видно что Честно говоря На мой взгляд работает Правый двигатель Не совсем ровно Давление 5 килограмм Зарядка почти 26 вольт Температура растет Вот у нас чуть больше половины бака Музыка Музыка Так Алексей Давай пусканем мотор Пускани правый мотор Сенька Опа Клапаночки застучали Да, это клапана Ну а ты не слышал В конце там Тык-тык-тык Когда он заводит еще Он не завелся Ты слышишь Тоже звук идет Да-да-да Да-да-да Та-та-та-та-та-та Та-та-та-та-та А потом когда оборотов дает Что-то он вроде как Ну На ходу-то он нормально работает Он выравнивается потом Когда нагрузка Да-да-да Поднимается Там все нормально Надо поднимать клапанную крышку Смотреть что под ней Давай сейчас запустим левый мотор И сравним Ну что Пока прогреваем Да Все Все Короче есть у нас вопросики К правому двигателю получается Так что ждем Леха тебя Что без тебя получается Мы тут ничего опять А Вы ждете Леху? Лех Тогда я тебя тоже жду Подъезжаю Все нормально в Сочи Что я тебе все тут организую Шашлыки Как мы любим Нет Подожди шашлыки А жить то где он будет? Жить ты будешь У меня двухпалубная гостиница Как-то месяцок прошло На двухпалубной гостинице Да ты х** Выберешь Езжай в Сочи Ты че А до этого демпфера До этого демпфера Можно добраться Который еще есть Вероятно С демпфером что-то барахлит Слушай Давай я сейчас полистаю Посмотрю как устроено это дело Все И наберу У тебя покойки Все Давай Понял У тебя Давай связь Хорошо Я помню Что этот мотор Изначально Как бы на перегазовках Там И это Но вот он потом прогревался Когда нормально работал То есть Нравится Конечно Есть что-то форсунки Но Может потом прогревался Вы забывали Что есть Проблема И когда глушили его Вот этот звук Он был практически Всегда Но Он был намного меньше Сейчас у него Прогрессирует Грубо говоря Я думаю Что Да нет Какая-то мелочевка По сравнению С проблемами Какими-то Я не думаю Что там что-то серьезное Да Молоток И напертки Забьем куда-нибудь Отвертый Дай нам Немножечко Как это Так я же чепушил Извините Перед всеми Ребята Извините Это Мега Профессионалы Самый главный капитан Настоящий капитан Не то что мы Просроченными Гимсовскими правами Короче Ребята Руслан Руслан Хочешь Вот на Лагуне 420 Вот на том Большом катамаране На котором Уже Сеня Немножечко Покатался Есть небольшие У нас там Видосики Куда ты хочешь Вытилим Найти до стенки Да Пытаться Подняться Кружок вокруг Средиземноморья Мы в этом году Летом Сделали Так Ребят Как вы считаете Хотите ли вы Чтоб мы С своей командой Я кстати Легко Материал могу Перекинуть Но если захотят Они Да Ребят Монако С борта Лагуна Все побережье Обойдем Там ты будешь Петь песню Монако Монако Там походу Обязательно Шефу наберу Оттуда Как найду Там баю Где-нибудь Старую Но я думаю Не найдешь Шеф-то дал Добро Шеф-то дал Вау Но таких лодок Нет Это единственная Лодка В России точно Наверное нет Нет Такая лодка Есть Но то что там Установлено Внутри Это пушка Два раза больше Чем стоимость Лодки У нас еще Специальные датчики На случай Попадания За борт Он передает Этот сигнал На автоколод Тут же Тут же Подводная лодка У вас там Пускается Нет Бьется точка Автоматом Бьется током Я думаю Человек Падение человека И ты смело Даже если ты его Где-то там Потерял Ты можешь Распернуться На то Ты не придумываешь Я про такое Даже не знал Реально Такие датчики Датчики Да Он в общем Наверное Система Подсоединяется И раздается Людям Это очень круто Нет Самое главное При падении Человека В воду Один человек По любому Назначаешь его Чтоб он следил Все время Непрерывно На этого человека Ладно Подожди Подожди Какой радиус Разворот У Катамарана Градусов Градусов Говорю Ну 30 метров Наверное В диаметре Ну не 30 Но 20 метров Как быстро Это можно сделать Сколько Наверное 3 3 Катамаран Это маневренная Лодка Из-за того Что у него Разнесены Двигателя Вапокам Там 7,5 метров Ширина Ты можешь Как бы Приверснуть Чуть Чуть Не то Что Чуть Прям Взял И Реверс Если ты идешь Под парусами Если ты идешь Под парусами Ну что делать Спинахер Снимать Паруса Ну вы поймите Ребята На таких лодках Уже люди Хоть понимают Что надо Море Переходить Это не парусами Уже Никто не прыгает Все Ебат Все Пристегнулись Нет Ага Ты же хочешь Пристегиваться Все время Ты по ворду Идешь Куда Ааа По этому Что могу сказать Подвести итог Давайте, одевайтесь. Все? Я просто шапку нам недалеко. Не-не-не, без рукава ты тоже одеваешь? Да, кто быстрее сбивает все банки. Вы поняли уровень нашей подготовки? Да. Да, кто быстрее. Раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мы полностью зачеклили лодку. Немножко получилось даже помыть, сполоснуть. Сейчас мы едем из Сочи с Сеней в Адлер. Завтра у нас утром небольшой корпоратив. Нас везет Рустам катера. 7 утра. Был АК на воде, станет АК на сноуборде. Привет, народ. Наконец-то мы на воде, а на горе. На горе, да, доехали. До горы, да. Добрались, да, ребят, до горы. Отлично. Но я еще пока не понял, мы еще только поднимаемся. А я здесь не был никогда. Вообще, на горах был горы где-то? В нормальных горах не было никогда. Нормальных, больших горах. Я был на алышных курортах питерских на всем. Готов? Готов. Готов. Ты так и едь на жопу. Ребята, всем привет. Гоняем на Розахутор с Сережей. Вау, смотрите. Пошел, пошел, пошел. Давай, 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 давай. А что, какая высота? Не знаю, но называется 3А, в интернете походу. Так, что поднялись в кабинках. Серег, как проходит корпоратив? Отлично, корпоратив мог макроластенький, но прикольно. Ну прикольно. Для начала неплохо. Да. Да. Как вытащила. Вау. Субтитры создавал DimaTorzok